Все, да? Ну что, проинтервьюирую сейчас тебя. Давай, проинтервьюируй меня, пожалуйста. Представляю вашему вниманию мою давнюю знакомую и, можно сказать, подругу Илону. Илончик, я очень хочу взять у тебя интервью. Просто расскажи о себе и о своей группе. Как это все зародилось у тебя? Как вообще возникла мысль петь именно такую музыку? И как ты собрала свою команду? Мысль, не было никаких мыслей. Просто с детства всегда я, это моя музыка. Это моя музыка, я ее и пою. То есть с детства я всегда слушала, не знаю, каким-то образом отбирала американскую музыку в основном. Ничего не могу сделать. То есть никто мне не навязывал ничего. Американскую, то есть это у тебя именно американская музыка? Американский рок. Кантри, блюз. Да, у нас мы играем американский рок, можно сказать. То есть, честно говоря, я раньше даже не знала, какую музыку мы играем. Я пыталась там примкнуть в каком-то направлении. Ну и потом я думала, рок, русский рок. Русский рок – это не мы. Значит, какой-то там европейский рок, какой-то такой, типа английский рок, тоже не совсем мы. Вот. Что еще у нас, какой там бывает рок? Бывает еще такой металл-рок. Бывает еще какой-то там, знаешь, я не знаю, какие-то роки. Британский рок. В общем, смысл в том, что и нам все время, знаешь, мы все время-то приходим, нам говорят, так, вот ты не формат совсем, там вот не совсем формат. Вот этот неформат. И я думаю, блин, что здесь мы не формат, там мы не формат, там мы не формат, там мы не формат. Это наша тема. Везде не формат. Везде не формат. Я думаю, в чем же дело? Я, знаешь, такой человек все время такой, немножко такой, летаю в облаках все время. Я не такой, что четко знаю, что мне надо. Если бы я четко знала, что мне надо, что я делаю, я бы, наверное, давно уже что-то там, куда-то где-то была, да? Вот. И, короче говоря, получается, что реально, что мы играем в американский рок. Я вот поняла только это. Потому что я поняла, что блюз, рок-н-ролл – это чисто американская музыка, и это наша музыка. То есть веселое такое, позитивное должно быть. Не грустное, не тоскливое, не унылое, не мрачное, а именно жизнерадостное. Знаешь, от чего хочется долго жить? Долго-долго жить силой. Вот даже если ты страдаешь. Слушай, этого так не хватает у нас. Вот смотри, блюз. Вот вроде бы, да, блюз как бы. Там, ты там меня не любишь, а я тебя так люблю, там, та-да-да-да-да. А реально такая позитивная, от нее нету какой-то тоски. Ты можешь находиться в таком заведении, знаешь, где блюз играет, где-нибудь. Там можно жить. Тебе никогда эта музыка не надоест. Просто состояние души, но оно позитивное, жизнеутверждающее, понимаешь? Ну, ты такой человек просто. Я просто такой человек, да. У тебя все жажда жизни и приключений, эмоций. Я тебе хочу сказать, что у нас есть героиня, Маша, которая снимает передачу, которая называется «Неформат». Вот то, что ты сейчас говоришь, это как раз подходит под формат передачи «Неформат». Точно, точно. Скажи, мы могли бы снять передачу о тебе и о твоей команде? С удовольствием, с радостью. Все. Маша, у тебя есть передача, читай. Маша, у тебя есть передача. И еще я хотела узнать у тебя, спросить у тебя такой вопрос. Это мы вырежем. В общем, я тебе хочу рассказать о нашем проекте. Он, в общем, целиком и полностью посвящен тому, как достигнуть успеха в какой-то профессии, в каком-то деле, в своем любимом. Вот для человека, который по ту сторону экрана сидит сейчас и смотрит нас, и он пишет слова, музыку, допустим, умеет петь хорошо, и тоже любит рок. Вот расскажи, как вот с нуля ты села, решила и захотела, что как собрать команду, какие финансы нужны, не нужны ли, или это чисто на голом энтузиазизме построено. Как у тебя это получилось? Понимаешь, в чем дело, смотря какая цель, на какую цель ты преследуешь. Если ты преследуешь цель, заработать деньги, непременно быстро, быстро какой-то создать коммерческий проект, чтобы он тебе дал какую-то отдачу какую-то. Это, во-первых, рискованно, как любой бизнес. Это бизнес, в первую очередь. Но я не бизнесмен. Я это поняла за долгие годы, поскольку я пыталась искать себя так-сяк, я боялась чего-то там, боролась со своими комплексами. Но потом я поняла, что на самом деле я просто не могу без этого. Я просто не могу. Мне все равно, где петь. И если я буду продолжать не петь и ждать, когда будет ситуация, и слушать всех, кто говорит, что там это невыгодно, это сейчас не модно, это сейчас не формат, это то, это ничего не даст. Кому это надо? Когда, в общем, короче говоря, если будешь слушать, ничего не будет. И, естественно, получается, что я сижу, я ничего не делаю. А человек, если он музыкант, если он, если, например, я под певицей, мне нужно петь. Я просто, вот у меня бывают голосовые какие-то проблемы. Если я не пою, я так плохо, я же не хочу вообще. У меня сил нет никаких вообще жизни. И вот я это поняла, я просто поняла, что я без этого не могу. Вот, и, ну, не без помощи друзей, друзья мои, конечно, они мне помогли, они, я боялась всего, сидела там, не понимала, что. Они мне сказали, начни репетировать, все постепенно само придет в норму. Вот, и я, как бы, собрала коллектив, группу, наконец-то. И вот теперь все хорошо, я думаю. Скажи, как ты искала людей, которые с тобой сейчас работают? Аксер, просто, понимаешь, просто у меня был музыкант, гитарист, который писал альбом. Вот, он писал вот этот, вот первый наш коммерческий альбом, который был. Неправильно я говорю, коммерческий. Хотела сказать другое слово. Экспериментальный, скажем, экспериментальный. Вот. Короче говоря, вот этот альбом мы писали, и писал его Антошка Цыганков, гитарист. Вот, и он, значит, писал, но он не участвовал в группе, потому что у него еще другая группа, и он не смог просто. И он мне посоветовал своих там знакомых каких-то. Ну, вы сработались, у вас теперь все получается, да? То есть у нас была где-то притирка, где-то год. Мы где-то год просто репетировали, там какие-то концерты были, но такое сыроватенькое было все. Но со временем, со временем мы просто наработали. Уже сейчас мы такая, знаешь, семья. Мы играем уже по-другому совершенно. Мы чувствуем лучше друг друга. Мы уже делаем музыку сами вместе. То есть без помощи внешних каких-то там аранжировщиков или как-то мы сами. Вот, и это трудно, потому что когда ты только начинаешь что-то делать, это очень трудно. Все затягивается на долгое время. Вот, и ты хочешь быстрее, а у тебя все не получается, переписываешь, переделываешь. Зато ты, понимаешь, набираешься опыта. То есть дальше, впоследствии, все легче и легче становится. И вот, то есть я рада, что какое-то вот такое получается, что, знаешь, все время страшно. Все в одном ключе и единомышленники, да? Единомышленники, это группа, это семья. Мы там проводим время вместе. Ну, семейные такие отношения у нас. Ну, здорово. Знаешь, меня в твоей вот речи, в твоем рассказе зацепила одна фраза, боролась со своими комплексами. Вот, я просто знаю, что очень часто именно комплексы мешают человеку сделать шаг вперед по направлению к своей мечте. Вот скажи, какие комплексы, если можно, конечно, и если, допустим, не о комплексах, то, во всяком случае, как с ними бороться? Смотри, короче, я такой человек, ну, с детства была все время, знаешь, ну, в школе, везде, ну, не такая, как все. Я была очень добрая, ну, я где-то там была рассеянная, вот, и у меня такая строгая мама была от меня все время, ну, она не желает того, но такая строгая сама, стремилась, ну, хотела лучшего ребенка, да, но у меня, видимо, такое вот было, что я постоянно под тренингом каким-то нахожусь. Я потеряла уверенность в себе, мне хотелось ей всю жизнь доказывать подсознательно, не осознанно, это я потом осознала, просто доказывать свою состоятельность, да. Естественно, под такой, то есть под таким соусом ты ничего не добьешься, это извращенное такое. Ты вместо того, чтобы расти и просто делать свое дело спокойно, ты, задача тем, что тебе нужно обязательно успешной быть быстрее, ты боишься ошибаться и так далее и тому подобное. Вот эти вот такие вещи, то есть я боялась показывать, что я там что-то не знаю или что-то у меня не получается. Это я была просто, знаешь, я не знаю, это книжку можно написать. И, естественно, в результате я уже боялась всего, я боялась общаться, дошло то, что я боялась общаться с людьми. Вот, во сколько долго я сидела там, ничего не делала, да, боялась там, что-то искала, думала там. И, короче, пыталась там с какой-то группой, бросала, что-то у меня не получалось. Я, понимаешь, до конца ничего не доводила. Вот, то есть не было уверенности. И я не знала, чего там, что и... Значит, просто потом на таком-то этапе я поняла, что так жить нельзя, поскольку ты просто не живешь. То есть ты осознала, да, что все, это твой комплекс, то, что ты не можешь двинуться вперед, правда? Я считаю, что осознать свой комплекс, это уже, в общем, 90% успеха, 10% это уже его победить. Правильно? Да, 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 да.